Добрый вечер! В эфире Тегил ТВ новости, а в студии Николай Палкин. Главные темы этого выпуска прямо сейчас. 22-тонный красавец-трамвай начнет в скором времени курсировать по городским маршрутам. Владиславу Пинаеву сегодня представили новый вагон «Уралтрансмаша», который прибыл в Нижний Тагил для полевых испытаний. В честь «Голубых беретов» военная спецоперация с выстрелами, взрывами и штурмом позиций противника на аэродроме Бенги от празднования лет 90-летия воздушно-десантных войск России. ТОС «Пограничный» против девятого поселка. Такой товарищеский матч по мини-футболу на руднике имени третьего интернационала прошел впервые. До 10 августа в Свердловской области продлен карантин для людей 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвышев. На территории региона по-прежнему продолжает действовать ряд ограничений. Тем не менее, уже разрешена работа торговых центров, правда без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций. По данным оперативного штаба, за сутки в Нижнем Тагиле выявлено 11 заболевших коронавирусом. В Свердловской области – 196. К слову, менее 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд. Всего с начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 1169 тагильчан. Всего в области 21 179 заболевших, 285 человек умерли. Почти 18 тысяч выздоровели. Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое. 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 на аппаратах ИВЛ. Современный вагон отечественного, а точнее екатеринбуржского производства доставили на муниципальное предприятие «Тагильский трамвай» для проведения испытательных поездок. Сегодня машину продемонстрировали главе города Владиславу Пинаеву. О перспективах программы развития муниципального электротранспорта в Нижнем Тагиле расскажет Алексей Алексеев. Договоренность о том, что новый трамвайный вагон будет доставлен в Нижний Тагил и пройдет испытания, была достигнута в ходе общения главы города Владислава Пинаева и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. В эту научно-производственную корпорацию входит предприятие «Уралтрансмаш» – производитель машины. Тот вагон, который мы видим, это уже современный вагон, вагон принципиально уже отличающийся от существующего парка, который сегодня эксплуатируется в городе Нижнем Тагиле, поэтому я думаю, что он себя покажет только с лучшей стороны, и тагильчане дадут хорошую высокую оценку его техническим характеристикам. Двухуровневые трамваи «Уралтрансмаша» хорошо зарекомендовали себя в нашем городе. Новый вагон является полностью низкопольным и еще более удобен для пассажиров. Транспортная тележка и двигатели усовершенствованы. Максимальная вместимость – 180 человек. Испытания планируется проводить на всех тагильских маршрутах. С «Уралтрансмаш» заключен договор на испытания. Как правило, в течение месяца мы познакомимся, надо людей познакомить, ремонтный персонал, надо водителей научить ездить, надо самим разобраться, что это и как. Ежедневно муниципальное предприятие «Тагильский трамвай» выпускает на линию 60 вагонов. Всего в парке их 110. Для увеличения выхода из своевременного технического обслуживания подвижной состав необходимо постоянно модернизировать. 7 августа состоятся конкурсные процедуры, в ходе которых определится, какие именно три новые трамвая приобретет муниципалитет. Устранением последствий ливня, который прошел накануне ночью и сегодня рано утром, занимались дорожные бригады муниципального предприятия «Тагилдорстрой». При прохождении мощного грозового фронта швалистым ветром было повалено множество деревьев. Одно такое упало перед мостом у ЖБИ на улице Индустриальной. И по этой причине здесь образовалась пробка. Наверняка многие опоздали на работу. Самопроизвольно дерево упало, как бы набухло. Листья набухли и отяжелели. И в результате самопроизвольного падения дерева было, что перекрыло проезжую часть дороги. Поваленное дерево пришлось убрать, распилить и вывести. Путь от перекрестка Циолковского октябрьской революции до управления комбината в среднем, по словам водителей, занял более 45 минут вместо обычных 10-15. Убирать упавшие деревья и ветви «Тагилдорстрой» пришлось во всех районах города. Значительного ущерба, по мнению дорожников, на этот раз стихия не причинила. С последствиями дождя они справились в рабочем режиме. К ремонту тротуара на улице Металлургов приступило муниципальное предприятие «Тагилдорстрой». Работа ведется по правой стороне на участке от Попова до Индивидуальной. По многочисленным обращениям горожан, по поручению главы города, выполняем ремонт тротуара по улице Металлургов. Поднимаем уровень тротуара, дальше будет асфальтирование, для того, чтобы вода не скапливалась и горожане проходили спокойно. На объекте проходит укладка щебня. Водоотведение планируется устроить при помощи уклона асфальтового покрытия. Отремонтировать участок «Тагилдорстрой» собирается в конце нынешней, в начале следующей недели. Кроме того, по поручению главы города, восстановление пешеходных дорожек выполняется у домов с 44 по 50 на Садовой, возле Красногвардейской, 12 и в Невьянском переулке. В Нижнем Тагиле еще один ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Десятилетняя девочка, перебегавшая проезжую часть улицы Ульяновской в неустановленном месте, была сбита легковым автомобилем. Водитель автомобиля «Тойота» 1984 года рождения допустил наезд на пешехода несовершеннолетнего 10 лет. Хотелось бы обратиться к пешеходам, соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Скорость движения автомобиля, по утверждению водителя, была 60 км в час. Длина тормозного пути составила 27 метров. Медицинское освидетельствование показало, что за рулем находился трезвый человек. За внучкой не уследила гулявшая с ней вместе бабушка. По статистике, с начала года на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано 19 происшествий с участием детей, в которых в результате пострадал уже 21 ребенок. В выходные не обошлось без пожаров. Один произошел в воскресенье рано утром на базе отдыха «Демидовская усадьба». Огонь удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Еще один тоже в воскресенье, на втором этаже девятиэтажного дома на улице Береговая Краснокаменская. Погиб мужчина 1957 года рождения. На площади 4 квадратных метров горели домашние вещи. По имеющимся данным, очаг находился в районе кровати. Предположительная причина ЧП – неосторожность при курении. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе один ребенок. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники. Его ликвидировали в течение четырех минут. По официальным данным, в Нижнем Тагиле с начала года в пожарах погибли 11 человек. В летний период сотрудники полиции ежегодно проводят профилактическое мероприятие «Подросток». Рейд «Комендантский патруль» стал вторым его этапом. Он направлен на пресечение детьми преступлений, правонарушений, выявление безнадзорных детей и неблагополучных семей. С начала проведения операции в органы внутренних дел доставлен 61 подросток, в том числе 36 в ночное время. На всех родителей этих детей подготовлены и направлены материалы для составления административных протоколов в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Все подростки переданы родителям. Проверяются излюбленные подростками места, а также торговые точки на предмет продажи несовершеннолетним алкоголя. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей. Выявляются также факты жестокого обращения родителей с детьми. За время проведения операции составлено 32 протокола по факту ненадлежащего исполнения взрослыми обязанностей по воспитанию. Профилактические мероприятия, в которых совместно с полицейскими участвуют специалисты управления и городской администрации, продолжаются. Любимому городу посвящается. Выставка с таким названием открылась накануне в мэрии. В экспозиции фотографии проекта «Дни и ночи города трудовой славы» авторы снимков – участники благотворительного проекта «Евраз детям». Впервые из-за эпидемиологической ситуации детей на открытии не было. Анна Кизилова обо всем подробнее. Виды Лиси-горы, праздничный салют, счастливые дети – все это представлено на фотовыставке «Любимому городу посвящается» – «Дни и ночи города трудовой славы». В экспозиции фотографии участников благотворительного проекта «Евраз детям», а также руководителей фотокружка. У меня даже в голове ни разу не мелькнула мысль, что все эти работы выполнены детьми. Я думал, что это выполнено настоящими фотохудожниками, взрослыми людьми, поэтому оно действительно вдохновляет, впечатляет, не отличить работу взрослых и работу детей. В этом огромном спасибо ребятам за эту возможность посмотреть на город другими глазами, увидеть их счастливые лица и увидеть некоторые знакомые пейзажи города в таком красивом и ярком цвете. Фотовыставка «Любимому городу посвящается» приурочена к дню рождения Нижнего Тагила. Ее инициаторы – члены общественной организации художников, авторы явлений. В экспозиции представлены снимки с двух фотосессий – ночной салют в честь 80-летия НТМК и город с высоты Лиси-горы. На выставке представлены два фото занятия, которые мы провели на свежем воздухе. Одно из них – это был салют в честь 80-летия НТМК. Дети выходили к фонтану главному и делали свои снимки. Здесь вы можете увидеть, какие у нас получились кадры. А вторая наша встреча состоялась на Лисии-горе. Совсем недавно мы совершили восхождение и с высоты птичьего полета, с высоты нашей Лисии-горы фотографировали наш красивый любимый город. Впервые на открытии выставки из-за пандемии коронавируса не было всех участников благотворительного проекта «Ивраз детям». Но, несмотря на это, они все равно получат сертификаты и памятные подарки. Посмотреть экспозицию можно в администрации города на третьем этаже. В честь 90-летия воздушно-десантных войск, которые 2 августа отметили в России, на аэродроме Бенги провели, можно сказать, настоящую военную спецоперацию. С выстрелами, взрывами и штурмом позиций противника. В числе зрителей – сами десантники и наша съемочная группа. Самолет Ан-2 постепенно набирает скорость и взмывает в небо. Задание получено. Группа должна десантироваться в тылу противника и захватить базу. С автоматами и в полной амуниции, быстро и практически бесшумно десантники двигаются по территории условного врага. Эта условная операция с пиротехникой, имитированными выстрелами, взрывами и дымовыми завесами проведена специально для ветеранов Воздушно-десантных сил России. На аэродром Бенги из Нижнего и Верхнего Тагила, Невьянска, Кировграда приехали бывшие военнослужащие. Правда, говорят, бывших ВДВшников не бывает. В роли десантников – инструкторы из нескольких клубов военно-патриотического воспитания. Ранее они и сами отслужили в армии. Мы занимаемся тем, что прыгаем с предельно малых высот, полной боевой амуниции, штурм объекта. Показали прохождение двойками, прикрытие, сам процесс, ну и стрельба холостыми, тоже определенный эффект. А руководитель коллектива Виталий Хлуднев – полковник запаса СОБРа. Подготовка у нас велась на протяжении полугода, приуроченная к празднику Дню Воздушно-десантных войск, юбилею. В принципе, мы не все десантники, только одна треть. Тем не менее, очень солидарно с этим праздником. Решили приятно сделать именно нашим коллегам, ветеранам воин Афганистана, десантникам. Слава тебе! Коллектив «Красные зори» существует лишь несколько лет. Всего здесь 14 человек. Понятно, в военных операциях участвовали далеко не все. Но показательное выступление «Голубые береты» провели, считают старшие товарищи, на высшем уровне. Вообще, это действительно, когда идет выборска по боевому, она действительно так и осуществляется достаточно с малой высоты, чтобы как можно быстрее очутиться ближе к земле. Поэтому ребята молодцы. Они даже продемонстрировали, во-первых, и стрельбу. Прекрасно видели, в воздухе сразу шла стрельба, и было достаточно хорошее приземление у всех. Наряду с показательной военной операцией состоялось и торжественное награждение. Юбилейные медали вручены четырем ветеранам ВДВ. Остальных наградил глава города Владислав Пинаев 30 июля. Разрешите нам в этот предпраздничный день поздравить вас с 90-й годовщиной образования воздушно-десантных войск России. По моей команде за воздушно-десантные войска. Два коротка. Один с глубоким уважением и любовью. Гип-гип. Ура! 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 Центр развития туризма Нижнего Тагила провел очередную онлайн-экскурсию. На этот раз прямое включение прошло с главной спортивной достопримечательностью города – комплекса трамплинов Аист. В прямом эфире для зрителей развеяли несколько мифов, связанных с трамплинами и спортивными соревнованиями самого высокого уровня, которые они принимают. Что это за мифы? Обо всем сейчас в репортаже. Комплекс трамплинов Аист – спортивная достопримечательность Нижнего Тагила. Накануне специалисты Центра развития туризма провели оттуда онлайн-экскурсию. Сегодня мы, как и обещали, ведем прямое включение со склонов горы Долгая, комплекс трамплинов Аист, и сегодня у нас будет онлайн-экскурсия по этому живописному месту. В прямом эфире для зрителей развеяли несколько мифов, связанных с трамплинами и спортивными соревнованиями, которые они принимают. Например, многие уверены, что К-90 и К-120 – это название трамплинов или их высота. Павел Балин заверяет, что это миф. Это и не высота трамплина. То есть, если бы наш самый большой трамплин был размером 120 метров, то он бы дал фуру многим небоскребам Москва-Сити. Нормал хилл – это трамплины, где К-поинт бывает от 90 до 105 метров. Лардж хилл – то есть большой трамплин – это вот то, что многие привыкли называть трамплин К-120. Здесь К-поинт начинается в среднем от 110 метров и до 140 метров. Ну и флайн хилл – это очень большие конструкции. К-поинт – это точка отсчета баллов за длину прыжка. Нам надо с вами запомнить, что с 1945 года оценивается не только длина прыжка. Есть еще оценки за технику. Также многие считают, что прыжки на лыжах с трамплина – это зимний вид спорта. Это тоже миф. История летних прыжков на лыжах с трамплина началась в августе 1994 года в немецком местечке Хинтерцартен. И в тот период было проведено всего три этапа летнего гран-при, а именно так он называется. Ну и с каждым годом этот формат приобретал все больше и больше городов, которые проводили у себя летние гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Еще один миф – от летающих спортсменов ничего не зависит. Прыжок на лыжах с трамплина – это всего лишь прыжок. И это, заверяет Павел Балин, заблуждение. Правильное исполнение прыжка – это и есть плюс и к вашей дальности, и к баллам, которые вы получаете за технику исполнения. Если вы, например, делаете правильный уход со стола дает дальность прыжка со стола отрыва – это, можно сказать, последняя часть, крайняя часть трамплина. От 4 до 8 метров этот отрезок дистанции составляет, в зависимости от конструкции и мощности трамплина. Летите. Приземление, правильность приземления – это тоже один из ключевых моментов, который может добавить или убрать у вас баллы. Кроме того, специалисты Центра развития туризма показали, как проходит тренировочный процесс будущих чемпионов – летающих лыжников. Экскурсии по достопримечательностям Нижнего Тагила Центр развития туризма ведет с начала режима самоизоляции. Специалисты рассказывают о знаковых местах онлайн. Одно из них – спорткомплекс на горе Долгое. Увидеть экскурсию полностью можно в официальных группах Центра развития туризма в социальных сетях. ТОС «Пограничный» против девятого поселка. На руднике имени третьего интернационала впервые состоялся такой товарищеский матч по мини-футболу. Мы тоже не просто понаблюдали за спортивными баталиями между тагилстроевцами и вагонкой, но и болели за красивый футбол. Поздравляю вас со спортивным праздником. Вам хочу пожелать спортивного интереса, честной борьбы. И чтоб вам это сегодня принесло максимальное удовольствие. Несмотря на проливной дождь, матч, хоть он и товарищеский, стартовал динамично и агрессивно. Команда ТОС «Пограничный» принимала у себя на поле команду «Девятовские». Особое внимание по наставлению тренеров сборные уделили обороне. И к воротам соперников старались не подпускать. Однако у хозяев в первом тайме атаковать получилось лучше. После первой 20-ти минутки 3-0 в их пользу. Защита хромает. Нападающие забирают больше мяча, чем защитники. А так не должно быть. Все тут находятся. Лесик один там. Какую остановку дали вам на следующий тайм? На следующий тайм работать больше и бить по ворозам. Во втором тайме снова вмешался ливень. Мяч то и дело ускользал под ногами футболистов. Игра получалась интересной и напряженной. Даже несмотря на то, что команды дворовые. И никто профессионально спортом не занимался. У нас, если вы знаете, там на поле, на руднике около дворца, построили стадион. Ну и мама решила нас записать с другом. Ну и мы начали ходить. Тут как раз таки появилась возможность и мы начали заниматься и играть. Дома и стены и зрители помогают. Со счетом 6-1 матч закончился в пользу хозяев. Тоса пограничный. Но цель этой футбольной схватки, говорят организаторы, отнюдь не победа, а популяризация здорового образа жизни. У нас на 9-м поселке сейчас строится площадка. И я планирую приглашать туда ребят. Может будем так же организовывать на выезды. Я думаю, что нас будут поддерживать организации, дворовые команды. И если будет соответствовать поле, мы с удовольствием будем ездить, приезжать к нам в гости ждать. В дальнейшем организаторы планируют привлечь и другие дворовые команды Нижнего Тагила, чтобы собрать уже городской чемпионат. По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 4 августа, в Свердловской области снова ожидаются грозы, сильные дожди, местами град, порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте внимательны. Телефоны экстренных служб 101 и 112. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся завтра в это же время. До свидания.